Продолжение следует... Сейчас мы имеем все совсем по-другому. Сегодня пошла новая волна мобилизации. Мужчин до 65 лет призывают в украинскую армию, пытаются бросить их на войну. Причем на войну не обязательно на Донбасс, потому что Петр Алексеевич Порошенко проигрывает Донбасс. И сейчас ему, по-моему, поступил приказ начинать так называемую операцию «Оксамытовый сезон». То есть бархатный сезон – это возвращение исконно украинского Крыма в состав матери Украины. Здравствуйте, Михаил. Давайте начинать. Добрый день. Ваш взгляд на события. Давайте продолжать тот разговор, который мы начали тогда, но с учетом новых вводных. Хорошо. Но когда мы говорили с вами 8 июля, Игорь уже вышел тогда из Славянска вообще-то и прибыл, потому что выход из Славянска был 5 июля, когда он боролся. То есть фактически он тогда уже был в Донецке. То есть за это время произошли очень большие изменения. То есть примерно 11-13 июля в украинских СМИ была большая паника относительно того, что происходит в так называемом Южном Готле, где подразделения четырех бригад оказались в оперативном окружении. Было две попытки штурма Луганска, которые первая была неудачна, вторая, скажем так, Луганский не взяли, но украинские военные закрепились на очень важных позициях возле Луганска и перерезали дороги, которые соединяли этот город с Лисичанском, с Красным Бручем. И это была одна из причин, почему отряду Мозгового пришлось оставить Лисичанск. Он оказался в оперативном окружении. Мозговой вывел свои отряды, там осталась комендантская рота и какие-то добровольцы, отказавшиеся подчиниться. Они удерживали Лисичанск, ну, по крайней части его, по-моему, двое суток. Они тоже из него вышли. Как я понимаю, вчера остались там какие-то диверсионные развительные группы. Но эти два или три дня они воевали там очень успешно. Может быть, это будет новой тактикой ополченцев, покидая города, оставлять там. Опять-таки, Мозговый ведь не мог приказать людям остаться. Точно так же, как Игорь не мог приказать людям остаться в Славянске на верную смерть. Люди в Лисичанске остались добровольно вопреки приказу. И там успешно два или три дня держали какую-то часть города. На самом деле, ситуация для ополченцев складывается не самым радужным образом, потому что у Киева есть серьезное превосходство в силах. Он давит со всех сторон. Иногда у него получается найти слабые места в обороне. Я так понимаю, что если бронетанковые группы везде бьют, 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 они находят где-то слабое место в степных условиях. Они прорубают этот слабенький фронт и входят как нож в кусть масла в глубокий прорыв. Игорь в течение последних дней закрывал коридоры в Котле. И, насколько я знаю, сегодня утром поступило подтверждение, что КПП «Мариновка» был взят ополченцами. То есть, они вышли опять на границу с Российской Федерацией. Это, правда, уже было там три дня назад, когда они брали кожевню, но их потом оттуда выбили. То есть, группа войск в Южном Котле продолжает, украинская, находиться и ее потихонечку там лупят. Да, но у меня ощущение, что ее лупят очень потихонечку, потому что основные силы ополченцев сосредоточены в других местах. Ну, там бои в районе Донецка, бои в районе Мариновки, оборона Горловки, оборона Дебальцева, оборона Луганска. То есть, ополченцы не могут перебросить силы с северного, скажем так, и западного направления для того, чтобы эту группу дожать. А в этой группе из той информации, что сейчас идет в украинских СМИ, у них положение, конечно, очень неприятное, у них нехватка всего, но ведь на улице лето, тепло, это не Сталинград. Люди живут на подножном корму, они, так понимаю, наведываются в огороды, едят кукурузу, которую срывают. Ну, в общем, прожить они там могут. Они сидят в обороне, передвигаться им тяжело, проблема с горючим. Активных боев там не ведется, и это их спасает, потому что у них есть дефицит боеприпасов. То есть, они ждут, что их деблокируют. Но, может быть, действия Игоря, который упорно рубит коридор в самом узком месте, лишат их надежды на это. Ну, ситуация так, в общем, все так. Понятно. То есть, в принципе, больших сил у армии ДНР и ЛНР просто нет физически для того, чтобы добить эту окруженную группировку. Но если даже и появятся, и если они нанесут этот удар, оголив свои города, то я так понимаю, что эти украинские военные из котла добродушно перейдут границу государственную с белым флагом, как уже были примеры, и попросят, чтобы Российская Федерация их всех полечила и самолетом бесплатно отправила в Одессу, куда там еще. Меня это, честно говоря, ужаснуло. Как это так, ребят? Пришли военные, пленные, которые ведут войну, в том числе и против России, чуть ли не официально объявляют. Да посадите вы их в лагерь интернированных до окончания военного конфликта. Мы что, так тысячами будем принимать украинских военных и депортировать их на территорию Украины, чтобы их там обратно бросали на Донбасс или на Крым? Ну, чисто и юридические фронты тут сомнительные, но я думаю, что если будет массовый переход, мы выдавать их не будем, и они посидят в каком-то пенелагере до окончания войны. Потому что одно дело это касалось десятка раненых, которые были переданы, ну, 11 человек, по-моему, что-то в этом духе. Другое дело, если переход начнется массовый. Что касается интернирования, чисто юридически, так как одна страна конфликта официально не признана, то речи идти не может. Если бы, например, Украина воевала с Польшей, например, и войска переходили границу в Беларуси, то там бы их интернировали, чисто юридически. А здесь есть определенные юридические дырки. Понятно. То есть, как власти мешат, так они и поступят, на самом деле. Михаил, к вам, как к документалисту, писателю, в принципе, вопрос. Вот та ситуация с необходимостью, чтобы Россия напала на молодую демократическую республику. Как считаете, прогнозируете, возможно ли очень скоро, что Украина вынуждена будет все-таки наброситься на Крым, который юридически американцы признают неотъемлемой частью Украины? И что тогда может случиться? Какие прогнозы на этот счет? Первое. Для этого Порошенко нужно победоносно завершить кампанию по подавлению ЛНР и ДНР. Это важный шаг. Дальше мы просто нужно смотреть, какая там будет ситуация. Я думаю, что поражение этих двух республик будет очень тяжелым ударом для России, а на Украине оно, безусловно, создаст ощущение эйфории у масс населения. И вполне возможный не только акцемитовый сезон в Крыму, но и попытки перейти границу в Кубани и так далее. Теоретически это исключать нельзя. Поэтому я думаю, что Россия не должна допустить падения Луганска и Донецка, на мой взгляд, вплоть до введения туда войск. Поскольку юридических поводов предостаточно, потому что вчерашний обстрел российской территории, это уже не один-два-три снаряда, а это было 47 снарядов, которые к нам взлетели. То есть действия украинских сил, они развязывают нам руки, это с одной стороны. А с другой стороны, если нас все равно уже объявили виноваты в падении Боинга и санкций, санкциям все равно быть, то предмета для торгов, собственно, нет. — Понятно. То есть, в принципе, хуже все равно не будет, да? Все равно нас ненавидят и никогда в жизни, как их не бей палками, мы, ну, как мальчик в кино говорил про красную шапочку, они не полюбят нас, как миленькие. Поэтому, ну, какая разница, ну вот лупи их, не лупи, они нас не полюбят и не изменят своего отношения. Так может действительно тогда как-то вот точечно, красиво, локально поразить? Вот рядом с Крымом есть такой город, Бердянск называется. Там сейчас крымско-татарские меджлисовцы создали батальон «Крым». К нему примкнули много украинских националистов, в том числе из крымчан, которые сбежали. Много их там, несколько сот человек. И вот эти люди готовятся, упорно, настойчиво готовятся к тому, чтобы войти на территорию Крыма. И причем даже безотносительно победы или не победы на Донбассе. Если Порошенко будет видеть, точнее Обама, что Донбасс они проигрывают, чтобы спровоцировать Россию на агрессию, они могут параллельно ударить по Крыму. Ну, видите, если вы говорите о точечном ударе, я не представляю, как его можно осуществить, если подразделения этого батальона, если действительно так, они будут на территории города. Они не на территории города, а рядом с городом, на базе. Рядом с городом, ну, это другой. В принципе, все точечные удары, они все равно, с моей точки зрения, будут сопровождаться жертвами мирными. И за их всех, за все настоящие жертвы, за все будущие, за все выдуманные, все равно будут ответственными сделаны мы. То есть я понимаю, что это все равно, это выбор между плохим и очень плохим. Но опять-таки я понимаю, мы все видим, что если бы ввели войска весной, не было бы этой ужасной войны, какая есть сейчас. Но тогда и всерьез этот сценарий никто не воспринимал ведь. Кому в страшном сне могло прийти в голову, что Украина начнет расстреливать городами и там смерчами свои города-кварталы без разбора, не военные объекты, а гражданские. Это казалось самым мрачным, сумасшедшим сценарием. Предполагалось, что некая адекватность есть у украинских политических и военных лидеров. Ну я вчера специально в интернете включил прямой эфир одной программы ток-шоу украинской на центральном канале. И вы знаете, они об этом не говорят. То есть там тишина, там ни слова нету о том, что мирных жителей украинская армия уничтожает вот прямо здесь и сейчас. Там говорится о России, которая ведет агрессивную войну против Украины на территории Украины. То есть зрители украинские как в марте, как в апреле, как в мае, так и сейчас абсолютно уверены, что они воюют против Украины. И призывы надо уже идти на Москву, надо бить врага в его логове. Мы ведем оборону всей Европы, всего цивилизованного мира против русского медведя, против Путина. Необходимо бить Путина прямо в Москве. Вот риторика вчерашнего эфира, то, что я вчера слушал. Какой канал это был? Это первый украинский канал, программа Савелия Михайловича Шустера, которого непонятно по каким причинам долго терпели в России, в Москве, на НТВ. Человек, который еще в Афганистане прославился антисоветчиной и антироссийской своей риторикой и действиями прикладными. Сейчас он на Украине. Сейчас он вот... Понятно. Вот так вот. Ну, теперь на Украине на днях объявили третий этап мобилизации. Третий. Значит, первый был в марте, второй в мае. Немножко о причинах, наверное, нужно сказать. Да. Вообще, в течение первых двух этапов было мобилизовано 68 тысяч человек и было приведено в состоянии боевой готовности 53 военные части ВСО и 17 частей других формирований. Но какие тут есть моменты, нужно понять, что вообще призывали по мобилизации, повторю, по крайней мере, на 45 суток. Я знаю, что многим украинским военнослужащим предлагали подписать контракты. Но если они этого не сделали, они имели право после прошествия этих полутора месяцев покинуть свои воинские части без каких-либо юридических последствий. Они этого не знали. Насколько я понимаю, по моей информации, сейчас в июле какой-то такой вал пошел. Не знаю, насколько он широкий, потому что у нас нет точной информации. То есть, этим солдатам не могут предъявить обвинение в дезертирстве, потому что войны нет официально, военного положения нет. По окончании 45 суток они имеют право покинуть свои военные части. — Михаил, я приношу извинения, время программы просто вот уже практически истекло, поэтому вот мы заканчиваем. — Понятно. — Вы извините меня, ради бога. С вашего позволения, если можно, на следующей неделе уделите нам еще четверть часа. — Хорошо. — Все, так что продолжение следует. Спасибо большое. До свидания. — До свидания. Дорогие друзья, с нами по скайпу из Москвы был Михаил Поликарпов, документалист, писатель, а мы с ним продолжим обязательно беседовать очень скоро. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»